Уважаемые товарищи, заболел наш лектор Виктор Иванович Галко, который должен был бы провести занятие по капиталу, по экономической теории. Поэтому сегодня я за него проведу занятие, ну а к следующей среде будем надеяться, что он выздоровеет и проведет семинарское занятие. Поэтому сегодня лекция формы и сущность государства. Но наша традиционная лекция в курсе марксизма, надо сказать, что наши занятия проходят в очень напряженной политической ситуации, когда на Украине происходит очень острая политическая классовая борьба. И, конечно, вот эти наши категории, понятия, которые мы усваиваем в теории, они помогают разбираться в тех процессах сложных, которые идут сегодня на Украине. Да и в России они идут, просто пока не получают такой острой формы. Хотя в какой-то мере вот эти вот митинги на Болотной, это была попытка тех же самых оранжевых сил раскачать ситуацию в России. Правда, в России они не на тех напали. В России общество все-таки довольно развитое, и силы патриотические довольно развитые, поэтому эти силы вовремя получили достойный общественный отпор. Я обращаю ваше внимание, что они получили общественный отпор, а потом уже и государственный. И вот тут недавно закончились суды на эту тему, в том числе солидными сроками тем, кто применял силу против полиции. Поэтому у нас и практика перед глазами, и теорию мы должны с вами вспомнить. Лекция это наша традиционная, я думаю, что выигрывают те товарищи, которые посмотрели прошлую, скажем, лекцию на эту тему, пришли подготовленные, пришли с желанием углубить те знания, которые, в общем, у нас на эту тему уже имеются. Ну и близкая тема, тема советов, аспект этой нашей сегодняшней темы обсуждалась на конференции в апреле, некоторые из вас участвовали в этой конференции, материалы опубликованы вот в этой газете, и это такой, значит, хороший подсобный теоретический материал, который, значит, очень поможет разобраться в некоторых вопросах этой темы. Ну и к этой конференции была издана вот такая книга «Советы как форма власти», и в ней теория советов довольно подробно разобрана, тоже может выступать учебным пособием по этой теме. И мы говорили несколько раз, что теория советов еще не завершена, далеко не завершена. Многие товарищи, которые летом выступали на конференции, значит, начали углюблять эту тему в направлении изучения производственной базы советов, и я думаю, что эта тема будет в дальнейшем продолжена, эти исследования будут в дальнейшем продолжены. Ну а теперь, значит, формы и сущность государства. Формы государства определены еще со времен Платона и Аристотеля, и с тех пор практически, значит, они используются так же, как и две с половиной тысячи лет до нынешнего момента. В качестве основных до сих пор сохраняются три. Это монархия, аристократия, демократия. Но можно сказать, и вот, скажем, в эпоху возрождения Макиавелли и Ленин сразу после революции делили формы и на две большие части, и в этом тоже имеется свой смысл. Какой? Скажем, что можно определить, что существует только две формы государственного устройства. Монархия и республика. Монархия, то есть правит один, и республика, это правит общее дело, в переводе на русский язык. То есть правят люди, правят какие-то коллективы, правят граждане. Но поскольку этих граждан бывают, значит, в свою очередь две категории, или меньшинство богатое, или большинство бедное, то республики в свою очередь делятся на аристократические и демократические. Поэтому с учетом того, что есть еще и монархия, можно говорить, что существует только три формы государственного устройства. И никаких других форм государственного устройства больше нет. Скажем, и Аристотель, и Платон, они еще рассматривали извращение этих государств, извращенные формы этих форм государства. Но я думаю, что, значит, мы на это тратить время не будем. Хотя, если у кого-то есть, значит, такой интерес, можно будет рассмотреть этот вопрос и с этой стороны. Значит, и сама демократия, скажем, со времен Аристотеля, или, значит, в его теории она рассматривается там с тонкостями. По Аристотелю получается, что сама демократия – это извращенная форма политии, как гармоничного государства, в котором в управлении участвует и большинство. Но мы в эти тонкости сейчас не входим, чтобы рассмотреть основную структуру, которая работает везде и всегда. Итак, три формы государственного устройства. Известная со времен рабовладельческого государства. Поэтому, скажем, можно рассмотреть их в исторической перспективе. Значит, это рассмотрение исторической перспективы дает нам исторические типы государств. Вот это и есть первый исторический тип государства. Какое? Рабовладельческое государство. Рабовладельческое государство. Значит, в рабалдельское государство может быть монархией, может быть аристократией, может быть демократией, но какой бы формой оно ни было, сущность его одна. Какая? Что это? Власть одного класса, власть класса рабалдельцев, власть господствующего класса, власть собственников. Значит, диктатура рабовладельцев. Вот и все. Разница, различия только, какие рабовладельцы правят, какие владельцы сосредоточивают основную часть власти. Значит, или это богатейшие аристократы, это богатые знатные, значит, имеющие до тысячи рабов иногда. Теперь, они, если договариваются между собой, то выбирают одного монарха, и монархи правят династиями, значит, по много-много лет. Если они не договариваются насчет одного рода, который бы правил, значит, между ними возникают конфликты, и это ведет к смутам, неврядицам, которые заканчиваются, или все-таки возвратом к монархии, если разряжается дискуссия в их пользу, или аристократия разрушается, и государство переходит к демократической форме. Причем, вот последний, наиболее развитый период и, значит, афинского государства, и римского государства, они связаны с демократической формой. То есть, рассвет предопределен демократической формой правления государства, когда к государственному правлению, к государственной власти устремляются массы демоса, когда народ активно участвует в государственном управлении, активно участвует в политической жизни. Тогда мы наблюдаем рассвет этих рабовладельческих государств. Значит, монархия, исходя из слова «мона» – один, она определяется. Монархия – это власть одного. Это определял еще Аристотель, за ним повторяет Гегель, и, в общем, до сих пор повторяют в учебниках. Вот, я обращаю внимание, что здесь один, значит, хотя, по видимости, человек один, значит, в действительности это имеется в виду один род. Монархия – это власть одного рода. Скажем, на наших Романовых это вполне очевидно. Значит, умирает один Романов, на его место становится другой. Дело не в том, что Николай Александрович Романов там был хороший или умный человек, а дело в том, что он из рода Романовых. Теперь сам он отрекся от власти, передал власть кому? Не Иванову, Петрову, Сидорову, а передал власть, значит, дяде, сначала сыну хотел передать. Сын вроде, значит, там нездоров и так далее, так далее, дяде. Значит, причем это действие незаконное. Почему? Потому что он должен был передавать свою власть по нисходящей линии. Именно, значит, сыну своему. А там уж как Господь даст. Поэтому он отказался и от человеческого права юридического, и от божественного права. Монархическое сознание тоже ему властно велит передать власть, значит, сыну своему. Господь вручил ему власть, и ты не можешь от нее так это отказаться, кому-то отдать. Значит, и пусть там про это себя снял, мол, всякую ответственность. Поэтому гражданин Романов после этого, да, перестает быть царем и становится обычным гражданином. Вот, да еще гражданином, который в какой-то мере предал и монархию, и народ, и православную религию. Поэтому судьба с ним обошлась довольно сурово. Хотя все сваливает на большевиков. И вот в последнее время все вспоминается, стихотворение Лермонтова. Но есть и Божий суд на перстнике разврата. Он ждет, он недоступен звону злата. И мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию. Оно вам не поможет вновь. И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Я думаю, что, конечно, Лермонтов тут оказывается такого рода провидцем. Понятно, что аристократия власть многих родов, нескольких родов. Но, как правило, тоже небольшого там какого-то количества. Поэтому Гегель говорит, аристократия власть немногих. Ну, это количественная определенность. Тут сколько многих или сколько немногих не оговаривается. Но из истории известны примеры, скажем, у нас в Семи Боярщина. Вот это была знаменитая после Бориса Годунова. Или, скажем, Семи Боярщина, олигархия. Называли Семи Боярщина, хотя там олигархов таких, которые правили Ельцином и Россией, было 13 в те времена самых богатых. Но если взять там с более мелковатыми, ну, может быть, и побольше наберется. Но какой-то очень ограниченный круг. Ну, и в демократии родовой принцип, он вообще уже теряется. Значит, демос особых родов не имеет. Наши рода не ограничены небольшим количеством людей. Я думаю, каждый из вас вряд ли насчитает больше 100 человек своих родственников. Насчитаете? Я думаю, что вряд ли кто-нибудь насчитает 100 родственников. Хотя богатые люди в Европе, богатые роды. В Европе, особенно на Востоке, скажем, в Саудовской Аравии род правящий несколько тысяч человек. И все знают, какое место они там в этой родовой иерархии занимают. Да, или вот, скажем, в Англии растет проблема, что есть, значит, королева-мать, есть сын, но которому уже, значит, не светит трон. Есть внука-два, теперь вот родился еще и правнук. И тоже он уже имеет, значит, номер, по которому он может, в принципе, занять престол. Хотя дойдет до этого или нет, вопрос остается открытый. Значит, но еще раз повторюсь, что какой бы ни была форма государственного устройства, власть всегда находится у одного господствующего класса. Поэтому, а это называется диктатура, значит, поэтому власть по сущности в рабовладельческом обществе, это диктатура рабовладельцев. Рабовладельцы разные бывают, да, бывают богатые, значит, с обширными поместьями, с тысячами рабов. Бывают бедные, очень бедные, но он гражданин, он все-таки относится к классу рабовладельцев. И так или иначе, он от этого государства что-то имеет, он где-то, значит, участвует в управлении. И вот, скажем, в эпоху рассвета при Перикле, там почти все население Афин так или иначе занималось управлением. А работали там, значит, крестьяне или в других странах, они за пшеницу, значит, имели контроль над всей вот этой куменой, над всем этим Средиземноморьем. И фактически, как Соединенные Штаты Америки, значит, полмира сегодня облагают данью, так и Афины древние, они вот этот вот видимый, знаемый мир, фактически, значит, управляли, или были военными, или что-нибудь купцами, или что-нибудь еще, и потихонечку богатства, значит, в Афины съезжались. И самые бедные граждане имели какую-то службу, имели какие-то доходы, и, значит, от этих доходов неплохо жили. Самые бедные, я говорю, были и без рабов. У кого-то один там раб, или у кого-то два раба, у кого-то там три раба. Причем, вот в эту эпоху рассвета даже, значит, появлялись такие законы, что, значит, гражданин не может убить раба. То есть, появлялись законы, которые регулируют отношения, значит, к рабам, отношения рабодельца и раба. Но, тем не менее, значит, это публика рабская. Причем, Аристотель, выражая вот это умозрение и настроение в отношении рабов, прямо говорит, что рабы, они рабы по природе. Кто такой человек, как гражданин? Это зоон политикон. Политикон – это человек, живущий в городе. Город Полис. И он, как гражданин, политеион, участвует в политике, в политической жизни, в городской жизни. А те, кто же не живут в городах, какие-то там скифы в степях, в шалашах, в кибитках, они вроде как и не человеки. Поэтому можно их там наловить, они по природе рабы. Наловить, привезти сюда в Афины, сделать рабами и, так сказать, хорошо за счет их жить. Поэтому в лучшие времена в Афинах там граждан было тысяч четыреста, значит, граждан было тысяч тридцать-сорок, а рабов тысяч триста-четыреста, в десять раз больше. То есть, скажем так, в среднем на одного вроде бы десять получается, да. Но это только в городе, значит, у одного там, у некоторых нету рабов, у некоторых один там два-три, а у других и четыре, и пять, и десять, и тысячи. Значит, так обстоит дело с древним рабоводельческим обществом. Но сама эта структура, она закрепляется и развивается. Значит, как закрепляющаяся, она воспроизводит дальше в феодальном строе, значит, монархию, аристократию, демократию. Вся та же самая система. Другое дело, что аристократия усиливается, и, скажем, феодальные аристократии, это уже крупные феодалы со своими замками, со своей свитой. И они, каждый феод, он как маленькое королевство в себе. И иногда они соперничают с королем за первенство, значит, в государстве. Поэтому вот эта феодальная раздробленность, о которой мы говорим в России, там и борьба между, значит, князьями, которая привела там к татарскому еду, она характерна и для Европы. И в Европе точно так же обстояло дело с этой раздробленностью. И что не город, то, значит, отдельные государства, что не крепость, то отдельный принц или отдельный князь или отдельный боярин, который считает себя чуть ли неравным, значит, королю или там великому князю или что-нибудь в этом духе. Но в целом и монархия, и аристократия в феодализме более устойчивые. Значит, накоплен большой опыт, как управлять в этих формах, поэтому здесь более устойчивые. Демос, наоборот, он, так сказать, зажат. И если в Афинах время демос – это городские культурные жители, да, то здесь демос – крестьяне. Значит, и более такие темные, и более занятые своим трудом, и менее образованные, и менее культурные подчас. Поэтому активности такой вот, значит, общественной в средние века, феодальную эпоху, мы, в общем, особо и не наблюдаем. Хотя тоже были всплески, значит, восстания, борьба довольно острая и так далее и тому подобное. Но какой бы ни была форма государственного устройства, сущность ее остается единой, одной. Какой? Сущность одного класса, господствующего класса, класса феодалов. Поэтому точно так же можно записать, как и здесь, диктатура феодалов. Причем без исключений. Здесь никаких-то исключений нет. Единственное, что может быть, есть, вот какой нюанс. Что, значит, есть государства со стабильной своей аристократией, со стабильным аристократическим классом. Но были государства, которые образовывались, значит, вторшимися иноземными захватчиками, иноземными дружинами. И вот был такой историк, социолог, философ Ибн Хальдун, который описал, значит, возникновение государств вот здесь, вот в арабском мире. И описывает так, что организуется какая-то военная группа, ну или по-нашему дружина, да, с мощным предводителем, значит. Едут в какое-то государство, завоевывают его, перебивают так называемую элиту или ту аристократию, значит, устанавливают свое государство. Вот эту группу он называет Абисайя, да, то есть, ну, дружина по-нашему. Вот, то есть сразу устанавливается верхушка государства. Сразу они, значит, свою военную диктатуру распространяют на все общество. Населению некуда деваться, оно подчиняется. И так они могут править столетиями. Хальдун говорит, что такие государства, они, их нормальный, как бы, естественный рост, он говорит, возраст, 120 лет. Вот, не знаю, с чего он это взял. Следующий приезжает. Да, 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 эти состарятся. Теперь дети, они уже в этой неге и в этом богатстве развратятся, ослабнут. Вот, уже у них появляются какие-то другие интересы, там искусство, еще чего-то. Вот, приезжают серьезные опять мужики, вооруженные, значит, с автоматами, с кинжалами, с древними автоматами, с кинжалами, значит, устанавливают свою власть. И все начинается сначала. Причем, это и реально так, скажем, в Руси приехали ребята с севера. Рюрик, значит, говорят, Рюрик и его два брата, Синеус и Трувор. Но вот некоторые пишут, что Сине Трувор, то есть, Юрий Рюрик со своей дружиной, то есть, с таким отрядом приехали, значит, установили здесь власть и началась династия Рюриков. В Старой Ладоге был, в Старой Ладогу, дескать, они приехали. Правда, значит, летописи говорят из-за того, что они не просто приехали, как бандюганы, а что их пригласил якобы, значит, древнерусский князь Гостомысл, у которого дочь была замужем за викингом. Там сын, это его внук, этого Гостомысла, и внука пригласили помочь, значит, разобраться сразу, прям, дескать, вот, земля наша богата и красива, наряда только в ней нет, то есть, порядка в ней нет. Приведи, приди, приходи и правь нами, значит, владей нами. Вот, вот он пришел и начал владеть. Поволодел здесь, потом его старшина-коллега, помощник Олег, двинулся на юг, значит, оказалось, что там, в общем-то, свое население родственное. Вот, с некоторыми товарищами, видимо, тоже разобрались, как это бывает в таких случаях, вот, и стало одно древнерусское государство. Причем Владимиру показалось, что все-таки более соответствует русской дыше, русскому духу, более умеренный климат, вот, средней полосы Подмосковья, он переехал во Владимире и образовал столицу Великого Князя и Великого Княжества во Владимире. Ну, и была Владимира Суздальская, Русь, после Киевской. Значит, но суть дела, что, значит, государство здесь чистый аппарат, но, и вроде бы бандитский, вроде бы чуждый аппарат, но он точно так же ведет себя, организует общество, как и нормальные династические, значит, правители. Теперь, не только в России эта история, викинги дали 9 династий европейских, в том числе знаменитую, английскую, Вильгельм Первый Завоеватель, в 11 веке пришел, значит, в Англию, аналогичным образом разобрался с товарищами бриттами, Поэтому Великобритания осталась, а бриттов вот что-то нету давно. Вот, ну и так далее. Значит, аналогично, если мы рассмотрим дальше исторический процесс, мы увидим, что и в дальнейшем в буржуазном обществе дело обстоит примерно так же с некоторыми историческими филиациями. Значит, монархии в буржуазном обществе есть? Да, если иметь в виду формальную сторону дела, то есть и даже очень много в Европе. Так, 11 на сегодняшний день. Значит, ну, а с аристократиями как-то напряженнее стало. Почему? Потому что она вообще промежуточная форма. Она существует тогда, когда аристократия не может найти себе, значит, монарха, но пока еще способна удерживать государственную власть. Поэтому она переходная форма или к монархии, или к демократии. И поэтому краткосрочная. Если там Семибоярщина несколько месяцев, Семибанкирщина там несколько лет, еще какие-то формы тоже по несколько лет, ну и так далее. Так, теперь демократии. Ну, конечно, есть. Но какой бы формы не было государства, власть находится у кого? У буржуазии. Никаких исключений нет. Это власть одного класса, буржуазии. Вот, там, скажем, монарх зазевается что-нибудь, ну, его уберут. Вот, аристократия зазевается что-нибудь, или там перебьет друг друга, ее заменят. Но власть все равно находится у буржуазии. Поэтому это и называется диктатура буржуазии. И никаких тут исключений, никаких тут, значит, каких-то таких домыслов, натяжек нету и быть даже не может. Ну и нам с вами удалось пожить в советском государстве, в социалистическом государстве. Поэтому его, конечно, нужно здесь иметь в виду. Социалистическое государство. Монархи и были при социализме? Как? По Браханову, да. Да, некоторые говорят, вот так, или, скажем, на Западе, даже кино вышло, да, красный монарх. Имеют в виду Иосифа Середовича Сталина. Но при всем уважении, при всем возвеличивании, при всем признании его какой-то колоссальной роли, ну, на монарха он не тянет. Не тянет он на монарха. Да, во-первых, по процедурам, да, по процедурам его избирали. Во-вторых, значит, по образу жизни, скромнейший образ жизни, никаких личных каких-то материальных интересов у него не было. По окончании жизни оказалось, что и собственности у него никакой не было. И кошелечек практически пустой, и костюмов не было. Так что по-граждански похоронить никак, только в мундире. Да, теперь, о наследниках никогда даже вопрос не вставал, чтобы там передать власть какую-то по наследству. Никогда вопрос даже не вставал. Ну и так далее, со Сталиным. Теперь, ну вот, некоторые нынче, значит, кивают антикоммунисты, антимарсисты в Корее, мол, вот уже внук третье поколение кимов. Но, этот внук, во-первых, значит, документально нигде это не закреплено, что, значит, он наследует по праву рождения. Во-вторых, он избирал, все они избирались по процедурам. В-третьих, значит, ну, еще молодой, еще неизвестно, как это пойдет все дело, значит, как на него будут смотреть вот эти органы. Хотя, некоторые, конечно, династические такие моменты, они как бы здесь уже начинают присутствовать. Ну, во-первых, все-таки третье поколение. Во-вторых, вот тут дядя его, Ким Чен Ина, видимо, значит, пытался устроить перестройку или что-то в этом духе, проводить какую-то такую самостоятельную политику. Ну, и, конечно, если он расстрелял не только этого, расстреляли там не только этого дядю, но и семейство, то это, конечно, жестко, жестковато и жестоко. Но, значит, подробностей тут мы мало знаем, поэтому я бы все-таки не взял на себя ответственность как-то тут серьезно это дело анализировать. Потому что, боюсь, что тут еще больше всякого вранья и клеветы на эту тему существует. Вот. Какие там еще есть истории? Там, наверное, это официально, что вы поделили, потому что семью официально не расстреляли. Да, да, я и говорю, что это тут могут быть сплетни на эту тему. К вранью по поводу Кореи мы уже привыкли за многие годы. Династия Кастрова-Куби. Один брат правил. Опять, это не династия, а брат. Причем брат он тоже, он правит не по наследству, а потому что он сделал свою выдающуюся карьеру. Он выдающийся руководитель и был и при Кастро. Причем с известными, знаменитыми заслугами. Поэтому здесь тоже династийский момент, он формально вроде присутствует. Вот. Но я думаю, что Рауль Кастро это реальный лидер, выросший, значит, в кастровском окружении. Ну, а брат, ну что ж теперь, нельзя брату, значит, выдвигаться на первую роль. Можно. Тоже такого запрета нет. Хотя оттенок, да, вот этого родового момента, он тут есть. Значит, поэтому все-таки мы можем с уверенностью сказать, что, значит, никакой монархии, никакой формы монархической социализм нигде не давал. И я думаю, что и не даст. Она здесь невозможна. Так, аристократия. Ну, при всем уважении даже вот к первому поколению, к первому правительству, да, вот они стали людьми умными, важными, такими знаменитыми. Вот. Ну, и в сравнении с другими, может быть, как-то позажиточнее немножко. Я думаю, что ни Клим Ворошилов из Рабочих, ни Семен Буденный из Казаков, ни Хрущев из Рабочих, никто, и Молотов, и Каганович из Рабочих, никто из них на аристократизм не претендовал. И мне кажется, и мы не имеем никаких оснований записать их в аристократы. И родов, да, теперь, и детей, да, значит, дети, ну, там были генералы, конструкторы из их, значит, детей, но каких-то таких, значит, политических деятелей или вождей, или там аристократов каких-то, или богачей, и даже вот в эту нашу новую эпоху, в общем, не выросло. Вот. И, скажем, хотя такие вот проблемы на эту тему были, скажем, были проблемы в семействе Брежнева, что дочь подводила отца у Брежнева, и сын подводил, хотя был замминистра. Я думаю, что замминистра и, значит, некоторое аспектное поведение были несовместимы. Ну, вот, Леонид Ильич вовремя эти вещи не пресекал, поэтому и навлек на себя, значит, немалую долю таких негативных моментов. Ну, и остается демократия. Никаких других здесь выходов, лазеек нету. Это демократия. И демократия, как форма государственного устройства, имеет свою сущность. То есть, какую сущность? Диктатура рабочего класса или диктатура пролетариата. Хотя, значит, здесь мы сталкиваемся с противоречием. Каким противоречием? Что это диктатура пролетариата. Но пролетариат – это эксплуатируемый класс, это класс, не имеющий собственности в дореволюционную эпоху. Вместе с революцией он становится собственником средств производства. И поэтому, по большому счету, он завершает свое пребывание в качестве пролетариата. Он становится рабочий класс. Он и рабочий класс, и пролетариат. И, скажем, вот переходный период весь, 20 лет переходного периода до середины 30-х годов, пока идет формирование полностью общественной собственности, целиком общественной собственности, сохраняются островки частной собственности. Сохраняются островки предпринимательства, сохраняются моменты наемного капиталистического буржуазного труда. И в этой мере и сохраняется пролетариат. Но с построением коммунистического общества пролетариат совершенно полностью переходит в состояние рабочего класса. И как обстоит тут дело с государством, с его? О! Значит, и вот по этому поводу развернулась дискуссия, в том числе и на этой конференции, что некоторые товарищи говорят, что вот раз коммунист построен, государство должно отмирать. Теперь, что значит само отмирание государства, как учили классики? Это что? Мы его сегодня-назавтра там закроем, разгоним аппарат государственный? Значит, тут мы должны углубиться и в само понятие государства. Что такое государство? Власть. Отделенная по обществу. Можно абстрактно сказать, что государство это, значит, форма организации общества, в эксплуататорском обществе. Что государство это аппарат управления обществом. Но мы не забываем никогда, что это аппарат управления в классовом обществе, и это аппарат управления в руках господствующего класса. Или, как более жестко формулировали и правильно Маркс и Ленин, это машина в руках одного класса для подавления другого класса. Значит, ну и что? Построили мы экономическую основу коммунистического общества. Распускаем эту машину, выключаем эту машину. Эта машина у нас, нам уже не нужна. Даже показатель того, что общество классово запуталось в противоречиях, и без него существует. Да, и без государства существовать не может. Здесь общество. Внутри оно уже может существовать, но сохраняется внешняя или международная обстановка, внешнеполитическая обстановка, сохраняется вражеское окружение. И поэтому и Ленин, и Сталин знали и предупреждали, что, значит, Запад, капиталистические страны не дадут спокойной жизни коммунистическому обществу. Что нужно быть готовым к войне. И Сталин, значит, заявил в одном из интервью. Или мы отстаем от развитых стран на 100 лет, или мы проскочим это расстояние за 10 лет, или нас сомнут. И все-таки правительству удалось вот за 10 лет провести индустриализацию, значит, провести реорганизацию и образования, и культуры, и военные области, и техники, и индустрии, и сельского хозяйства. И догнать развитые европейские страны. Но опасность враждебного международного окружения, она существовала, и в начале 30-х годов все в большей мере давала о себе знать. Сначала с приходом к власти фашизма и с его заявлением идеологии, потом с приходом к власти фашизма в Испании, с гражданской войной в Испании, значит, в 36-37 годах. Ну и потом нагнетание вооруженной и военной обстановки в Европе и развязывание Первой мировой войны. Второй мировой войны. Поэтому, конечно, ни о каком тут разоружении государства, и отказе от государства, и об отмирании государства речи быть не может. Но! Значит, что значит все-таки отмирание? Отмирание это значит, что какие-то аспекты государственного управления, значит, можно переложить на общественные организации. Ведь государство это ядро, что представляет собой ядро государства и советского государства. Это партия. Поэтому само государство, значит, политическая партия, которая направляет всю эту систему диктатуры, пролетариата. Теперь, общественные организации, которые берут на себя значительную работу по, значит, управлению отдельными сторонами жизни. Теперь, мы государство, и вообще, когда говорят о государстве, имеют в виду его центральную, московскую, столичную, так сказать, часть. Но советское государство, оно имеет, значит, не только вот эту вершину айсберга, да, а оно имеет совет, это ведь до самого низа, до предприятия. И, скажем, до 1936 года советы четко взаимодействовали с предприятиями и формировали советы по производственным принципам. Поэтому вся эта масса рабочих, она влияла на вот это государственное управление, формировала ее, значит, поставляла кадры, участвовала в управлении и в какой-то мере предопределяла и весь ход государственного управления в целом. Поэтому сюда можно было все в большей мере, значит, переводить вот дело государственного управления. Но, но, уже в конце 20-х, в начале 30-х годов, я понимаю теперь, значит, руководство, партийное руководство, почувствовало слабину советов. За счет чего? За счет того, что своих сознательных рабочих, а тем более крестьян и партийных кадров, которые бы могли руководить советами на местах, в общем, был дефицит. Поэтому на местах граждане Кулаки, значит, видят, что тут есть власть, что тут можно чем подкормиться, начали потихонечку оседлывать эти местные советы. И, скажем, на селе процент руководства, значит, кулаками, руководства в советах со стороны Кулаков, в общем, довольно вырос. И бороться с этим явлением даже было уже в некоторых отношениях и трудно. Но точно так же и в городе. Рабочий класс-то откуда он формировался? Он пришел с деревень в значительной своей части. В гражданскую войну передового отряда рабочего класса, значит, довольно много погибло. Поэтому и новый рабочий класс, он не был подкован, значит, в такой масштабе и в такой мере, чтобы брать вот эти государственные функции на местном уровне на себя. Поэтому и возникла ситуация, что, с одной стороны, вроде, значит, поскольку теперь все производство советское, вся территория советская, то вроде бы не обязательно нам формировать, значит, советы по производственному принципу. С другой стороны, и реальных сил, видимо, был недостаток. Сил, которые бы уверенно проводили, значит, коммунистическую линию. Поэтому руководство отказалось от советов, строимых по производственному принципу, и от выборов по производственному принципу. И Конституция 1936 года фактически перевела выборы на территорию, и этим самым корень советов был подрезан. Я думаю, что это была вот такая фундаментальная ошибка, отчасти ошибка, отчасти необходимость. А я говорю, что отчасти ошибка, что вроде раз теперь все производство советское, то вроде как бы, ну и понятно, что, значит, все делается на производстве, да, производство руководит. С другой стороны, значит, опасность, что в советах начинают проявляться, значит, в довольно солидном масштабе мелкобуржуазные тенденции. Поддержка кулака, особенно в деревне. Поэтому в какой-то мере за счет централизации власти можно было сохранить, значит, коммунистическую политику, политику переходного периода. И в общем, значит, и целом, вот эта политика переходного периода, она была и завершена, и в общем основа для дальнейшего коммунистического развития была создана, как бы там ни было, а общественная собственность в форме государственной в середине 30-х годов, она утвердилась, она победила, значит, везде. Коммунистическая собственность стала господствующей, основа коммунизма была построена. Но международное положение, международная обстановка, они, конечно, все это дело ослабляли. Почему? Потому что с коммунизмом боролись не только внутренние силы, уже ослабевшие за эти 20 лет, но и международные силы, которые, конечно, значит, я думаю, наоборот, все в большей степени мобилизовались. Почему? Потому что боялись распространения коммунизма во всем мире, боялись социалистических революций в них в странах. Хотя революция коммунистическая, она все больше и больше распространялась, по крайней мере, в сознании и в деятельности политических партий. Поэтому вот и произошло вот это вот драматичное событие. И мы с вами видим, что через 20 лет, через 25 лет, значит, руководство уже после Сталинское, оно отказалось и от самой идеи диктатуры пролетариата. То есть сначала от формы в середине 30-х годов, ну, действительно, форма не главная. Главное все-таки содержание, да? Хотя мы знаем из диалектики, что всякое содержание форма оформлено. И содержание вообще-то должно иметь свою форму. Там в какой-то мере форма подвижна. И, скажем, если командные высоты там в середине 30-х годов были у партии, у Сталина, они могли это сохранять. Вот, как только изменились условия в середине 50-х годов, значит, товарищи почувствовали, что да, вот можно теперь отказаться и от, значит, содержания, от диктатуры пролетариата. И как только на 22-м съезде в программе партии вот эти круги отказались от диктатуры пролетариата, это можно сказать, что они предали коммунизм, предали марксизм как учение, пошли по какому-то своему пути. Причем, значит, кто автор этой идеи, непонятно, никто не признается. Кто же это придумал, общенародный государство, скажем, диктатуры пролетариата? Это сформулировал Карл Маркс. Значит, развил автор подробно Владимир Ильич Ленин. А кто автор общенародного государства? Такой великой идеей. Значит, не Каутский, а там, значит, Каутский, потом был такой Менгер. Значит, у них было, что нужно правое государство. Вот, будущее идеальное такое хорошее государство, это правое государство. Вот, и когда мы построим, наконец, правое государство, вот мы будем, значит, сильными и хорошими. Тогда, как сразу же Маркс еще тогда, значит, говорит, что это масло-масляное правое государство. Почему? Потому что государство это и есть право, опирающееся на силу. Поэтому правое государство это право, значит, правовое право. Масло-масляное. Тавтология. Вот. А, значит, нас обманывали в эпоху перестройки как раз вот этим вот правовым государством. Или некоторые еще говорили социальным государством. Нам нужно строить социальное государство. Вот оно у нас еще не социальное. Социальное государство это, ну, тоже типа масло-масляного. Почему? Потому что государство это социальное явление. Понятно, что всякое государство, оно социальное. Общество, социум. Да, это общественное явление. Гражданское общество. Да, гражданское общество. Во, 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 это из этой же оперы все. Гражданское общество. Гражданское общество разъяснил еще Руссо в середине 18 века. Что такое гражданское общество? Гражданское общество – это население, взятое вне государства. То есть, если мы отвлечемся от государства, мы получим гражданское общество. А что это за гражданское общество? Это буржуазное общество. Современное буржуазное общество. Гегель поэтому спокойно говорит о своем обществе, как о гражданском обществе. И в России, хотя форма, значит, монархическая была в 19 веке, гражданское общество, оно уже довольно созрело, а уж в конце 19 века так и перезрело. Поэтому, значит, этим гражданским обществом тоже фактически обманывают людей, вводят в заблуждение. Причем, что интересно, что некоторые, товарищи, профессора, они как бы так это сознательно, так и искренне не знают, а верят в это самое гражданское общество. И я удивляюсь, конференции проводят с таким серьезным настроем, что вот нам надо построить гражданское общество. Я говорю, дорогие товарищи, гражданское общество уже давно построили и перестроили. Мы уже жили в более высокой форме общества, в советском обществе. Человеческое. Да, человеческое. Разве не гражданское общество? Гражданское общество – ужасное общество. Что значит гражданское общество? Это значит, все люди имеют гражданство. А у нас даже гражданство приедет. У нас общество имеют гражданство. Да, но это как абстрактный момент уже. Но у нас более развитое. Дело в том, что смысл такой, что когда говорили Маркс и Энгельс о гражданском обществе, когда тут складывались понятийные аппараты, они немножко вкладывали туда совсем другой смысл, чем сегодня. Что сегодня туда вкладывали гражданское общество, вообще сложно понять. Нет, я об этом и говорю, что сегодня здесь разномыслие, и эта категория используется для введения людей в заблуждение, а ее простое содержание, известное, сформулированное Руссо, используемое потом, в том числе и Марсом, это современное буржуазное общество, когда все взрослые люди имеют право гражданства, имеют права, вот и все. Но они имеют права, то есть юридически равноправные, но они не имеют экономического равенства, то есть экономически они зависимы. И в этом смысле советское общество, коммунистическое общество, оно было более развитое. Почему? Потому что в нем гарантированы не только права, но и экономическое, если не равенство, то, по крайней мере, экономическая обеспеченность. Права не декларируются, а реализуются, и государство гарантирует, значит, некоторые вещи экономические. Значит, вот что можно в целом, значит, несколько, может быть, схематично, значит, сказать по этой проблеме. Если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить, пожалуйста. Что фашизм? Какую из ячеек попадает? Хороший вопрос, очень кстати. Значит, в обычном режиме, особенно до империализма, значит, мы действительно тут имеем монархию как украшение, а, значит, демократию, как такую господствующую форму. И чтобы это было еще нагляднее, можно рассмотреть наиболее присущую данному историческому типу государства форму. Например, рабовладенье, какая наиболее присущая из этих форм? Это очень сложно. Не сложно, никакой не сложно. Аристократия, конечно. И вот эта обесая, да, значит, и она и в древности при рабовладении была. Это и есть группа людей, которые захватывают власть, вместе с властью все богатство и становится новая аристократия. Эта группа, как правило, небольшая. Значит, теперь, если монарх и есть, то он всегда вместе с аристократией, он, конечно, опирается на аристократию, на крупные богатые роды, которые поставляют, значит, конницу, тяжелое вооружение, корабли строят там и так далее и тому подобное. Поэтому, хотя были монархии, были демократии, но наиболее присущие это рабовладельцы. Как правило, крупные рабовладельцы, таковых немного, как правило, в любой стране. Феодальному обществу какая? Конечно, монархия, никаких сомнений даже нет. Она просто господствующая. И изредка в феодализме мы наблюдаем демократию или аристократию, как переходную форму. Буржуальному обществу как раз наиболее присуща демократия, особенно до эпохи империализма. Но в эпоху империализма, когда возникла угроза революции, когда, вот мы изучали, значит, в прошлом семестре, началась борьба за передел мира, значит, когда власть господствующая получил финансовый капитал, значит, и они столкнулись с более жесткими формами и широкими классовой борьбы, они вынуждены были, стали прибегать, значит, не к демократическому, а к террористическому образу или к террористической форме правления. Открытая террористическая форма правления, это и есть фашизм. То есть, буржуазная форма государственного устройства, она колеблется между фашизмом, ну, где-нибудь его здесь запишем, да, между фашизмом и демократией. И, скажем, немецкий фашизм, на немецком фашизме господствующие страны поняли, что все-таки это острая такая амбивалентная форма, и она грозит и им самим. Поэтому пользоваться ею нужно очень и очень осторожно. И мы видим сегодня, что внутри своих стран они пользуются законами, выборами, все стараются провести демократично, где кого надо подкупить, где кого надо быстро изолировать. И, скажем, если даже бунты там поднимаются, типа, значит, в Греции там, значит, полицейского убили, или в Америке полицейского убили, полицейские негры убили, там бунт поднялся. Сразу приезжает масса народу, перестреляли тут главарей, 15 человек в Америке, кого-то там взяли и осудили, наказали тех полицейских, которые убили, значит, афроамериканца. И вопрос в корне был решен. Они развозили, как в Киеве, развозили, довели до таких открытых форм. Значит, у себя они могут эти решать вопросы демократическим путем. Но там, где они не могут решить в других странах демократически, спокойно, подкупимыми и лавированием, там они спокойно идут на открытую террористическую диктатуру, как в Ливии. И, значит, в Сирии, в Афганистане, в Ираке, значит, и вот в Югославии разбомбили посреди Европы. И теперь добрались и до Украины. Если можно будет, они доведут это дело и до Москвы. Но я-то все-таки надеюсь, что в России теперь довольно много политических сил и коммунистических, и демократических, и просто антифашистских, которые, я думаю, уже могут дать отпор вот тем проводникам фашизма, которые есть, значит, в гражданском обществе, и которых Америка использует как такой взрывной материал, материал для поджога ситуации. Поэтому фашизм в эпоху империализма, это стало такой привычной, значит, формой, которую, не задумываясь, применяют, кстати сказать, в том числе и в родной России. Что значит, Ельцин расстрелял родной парламент? Советы, они уже Советы, Верховный Совет РФСР, он уже не был Советом, он только по названию был Советом. На самом деле это был парламент, и Ельцин, собственно, особо и не размышлял. Как только встал вопрос, там спор возник, что-то 21 сентября, к 3 сентября он уже, значит, до такой степени вырос, что в ночь с 3 на 4 началась стрельба из танков в Москве по, значит, высшей законодательной власти. Это и есть фашизм. Открытая террористическая диктатура, значит, запугать и депутатов, и народ, и всех, кто там что-то пытается бороться, чтобы все разбежались по углам и не возникали. То есть Ельцин показал, буржуазная Россия показала пример этого. И действовал он, я уверен, с разрешения Соединенных Штатов Америки и при помощи. Штатовская разведка ему говорила, где, что и почем, то есть давала информацию об обстановке. И он действовал не в потемках, не наугад, а по совершенно четким разработанным целям. Так что фашизм – это явление актуальное для нас. Поэтому я думаю, что оно должно изучаться пристально, исследоваться и учитываться у нас в работе и борьбе. – Пожалуйста, еще. – Еще вопрос по поводу демократии в рабовладельческом обществе. Понятно, это выборы, что ли? – Да, выборы. – То есть это граждане не рабовладельцы, да? – Нет, они рабовладельцы. Они рабовладельцы, но это бедная часть рабовладельцев. Власть переходит, как правило, к бедным рабовладельцам. – Они еще даже государство, это рабовладельческое, некоторым бедным, у кого не было рабов, давали специальных рабов. – Да, да, да. – У них там один-два раба было. – Своим-то, конечно, надо помочь. То есть это просто беднейшая часть рабовладельцев. Власть находится или у аристократии богатых и знатных, или у тех, кто победнее. Они тоже рабовладельцы, только бедные. – Но их большинство, получается. – Нет, их большинство, конечно. Богатых-то всегда меньше. Богатых всегда меньшинство. – Есть кого эксплуатировать. – Ну, грубо говоря, если в рассвет Афин, значит, граждане составляли 30 тысяч, то там аристократических родов, там может быть, ну, тысяча, там тысяча-три тысяча человек, да. А остальная масса – бедные роды, рядовые роды. Но они включаются. Там несколько, значит, институтов общественных. Булэ – собрание руководителей. Теперь, значит, Ареопат – собрание судей старейших. Значит, народные собрания. Вот, еще там какие-то организации. Военные воспитания и форов. Там другие. То есть, несколько институтов, где все это избирается по процедурам. Значит, на эту тему есть хорошая работа. У Аристотеля «Афинская полития», где он показывает, как строится управление в Афинах. Какие там институты есть и как проходят процедуры. Довольно строгие процедуры. То есть, чтобы выдвинуться на пост, там нужно, в общем, иметь заслуги. Даже если ты там рядовой человек, да, ты должен там знания какие-то, где-то послужить, где-то отличиться, тогда тебя выберут. – Должен иметь еще определенное количество денег. – Ну, денежки, да, тут, конечно, играют. – Какая бы не была форма, а все равно правили богатые. – Все равно правили богатые. – Другое дело, что привлечены были большие массы. – Да, привлекаются и рядовые граждане. – Ну, прикрывается. – Тут дело не в прикрытии, нет, не в прикрытии. Просто так возникла, так развилась, значит, вот эта экономика, что им понадобились люди из рядовых. Масса народа для управления. – Например, Рим, он немножко по-другому уже начал с самого начала строиться. То есть, у него не было, так же, как в Греции, демоса такого, который об этом хотя бы что-то решил. Они сразу его убрали в племосу, отвели, и в них были… Значит, в Риме, как и в Греции, и в Греции, и в Риме все время шла борьба между… В Греции это называлось и в Патриды, аристократы, да, и демос. А в Риме Патриции и Плебеи, и Плебс. Борьба шла все время. И в Риме она была даже более острая, и в ней, значит, аристократы, Патриции, они как бы более побеждали. Но выступления в Риме были более острые. Поэтому, почему развелось римское право, а вот не афинское? А потому что была более жесткая борьба, и Патриции и Римские, они как бы, ну, и по опыту афин, и других государств, успевали предать этому юридическую форму, ввести это в юридическую форму. Все право отвоевано Плебеями у Патрициев. Все законы – это результат компромисса в борьбе между Патрициями и Плебеями. Поэтому, значит, отчасти, вы правы в каком смысле? Что в Риме более жесткая структура. И она, вот эта основа ее не менялась, как в Греции. Значит, там 30 кури, 30 фил, да, состоящих из 30 родов. И вот этот сенат в сенате, значит, 30 сенаторов, сенатор старейший. В сенат вы избирались после 60 лет. Значит, он состоял, как бы, вот из этого ограниченного строго числа очень долгое время. А в Афинах, там, в 510 году до нашей эры прошли реформы так называемого Клесфена. Не называю, это был лидер Клесфен. Значит, до него Афины делились на 4 филы. Значит, 4 филы тоже по 30 родов, по 30 фратрий. И фратрия из 30 родов. А он ввел, значит, устранил вот эту родовую структуру и сделал филы территориальными. Кстати, вот как у нас перевели советы на территорию, так Клесфен тогда перевел родовую структуру на территориальную. Стало 10 таких фил, но уже по территориям. И народ стал терять свои связи, значит, с родами. И именно поэтому через 250 лет их сначала завоевал Александр Македонский, а потом римляне. Потому что они, значит, ослабли. И внутренняя борьба, в конце концов, хотя и на демократической почве, она усилилась. И ослабила их перед внешними врагами. А Рим в этом смысле остался сильней. Поэтому он долго еще там властвовал над всем миром. Перерыв. 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 Перерыв.